Конячева, дорогие друзья! С вами Дарья Мойнич, и сегодня я хочу с вами поговорить об обучении в японской языковой школе. Если вы выбрали для себя обучаться в языковой школе в Японии, то хочу дать несколько советов, как стоит себя вести. Во-первых, имейте в виду, что обучение в школе это не манно-небесное, и только от посещения языковой школы вы не станете профессионалом и не будете говорить на языке на том уровне, на котором вы хотите. Часто бывает так, что объясняют на занятиях хорошо, но если дома как следует не проработать материал, не повторить еще раз, не сделать домашнее задание, то, к сожалению, после занятия очень мало остается в памяти, потому что японцы они очень быстро эмоционально объясняют, но редко уделяют внимание закреплению материала, поэтому закреплять вам придется его самостоятельно. И имейте в виду, что обучение будет ваше состоять не только в посещении занятий, но очень важную роль будет играть именно то, что вы будете делать после занятий самостоятельно, как вы будете закреплять данный материал. Ну и, соответственно, в качестве практики советую вам, конечно же, познакомиться с японцами, завести японских друзей, чтобы вам было с кем практиковаться, потому что в классе вы будете обучаться с теми же иностранцами, лучше, конечно, все-таки практиковаться с носителями языка. Если есть возможность, можно также устроиться на арбайту, на подработку, желательно на ту, где у вас тоже будет возможность поговорить по-японски, то есть не просто там пасовать что-нибудь, да, а в ресторане, если позволяют знание языка, может быть, в магазине, вы можете обучать русскому японцу, к примеру, да, и, соответственно, обязательно пользуйтесь всеми этими способами, не ленитесь дома тоже самостоятельно работать для того, чтобы те деньги, да, которые вы заплатите за обучение в то время, оно не прошло впустое, а у вас был максимальный эффект от обучения в Японии. Надеюсь, что советы были для вас полезными. Если вы, кстати, уже учитесь в Японии, то напишите, как ваши впечатления, как ваши успехи, может быть, вы тоже можете что-то посоветовать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видео, и до встречи! Дяма-дане! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!